Таможня не дала добро. На российско-грузинской границе задержана крупная партия чая. Куда его везли и зачем, разбирался Чермен Лубиев. Легковушка была битком, набита мешками с чаем. На каждом брикете штамп производителя. Грузия от жария. Предприимчивый водитель направлялся в Россию, но документов на товар нет. В салоне автомашины марки «Волга» под управлением гражданина Грузии была обнаружена партия незадекларированного чая. Общим весом около одной тонны. На рынке один брикет чая стоит около двух с половиной тысяч рублей. Товара в автомобиле было почти на миллион. Всего в Россию пытались везти 31 мешок с чаем. И весь этот груз предприимчивый бизнесмен уложил в салоне и багажнике обычной легковой машины. Остается только удивляться или восхищаться вместительности этого автомобиля. Опытные дальнобойщики и водители легковых машин признаются, везти товар без оформления опасно. Штраф до сотни тысяч рублей. Контроль за перевозчиками усилен. Меня ни в коем случае не смущает этот досмотр, даже если он может затянуться по времени, потому как это связано с нашей безопасностью. Чтобы санкционные продукты, что-то запрещенное, конечно, к нам на нашу территорию не попадало. Там, где не справляется человек, на помощь приходит техника. Все подозрительные машины просвечивают с помощью рентгена. С начала текущего года в Северостинской таможне был проведен таможенный контроль с применением инспекционно-досмотрового комплекса в отношении около 13,5 тысяч единиц транспортных средств. Было возбуждено два уголовных дела, а также около ста дел об административных правонарушениях. Склад таможни заполнен задержанным товаром. Коробки армянского коньяка, текстиль из Турции. Теперь есть и чай из Грузии. Решение о судьбе товаров примет суд. Чермен Улубиев, Алан Сибетов, МИР24. Ну и отмечу, что грузинский черный чай пользуется особой популярностью среди заключенных. Это лучший ингредиент для приготовления известного традиционного тюремного напитка чефира. Продолжение следует...